Здравствуйте, вы на канале Реальной Книги. Сегодня мы с вами рассмотрим Дубровский, краткое содержание смысла произведения Александра Сергеевича Пушкина. Александра Сергеевича Пушкина можно назвать разносторонне одаренным человеком. В наследие поэта выделяется произведение Дубровский, краткое содержание которого мы проанализируем дальше. Русский гений прославился в качестве мастера поэзии, но в пушкинском письменном столе нашлось место и для прозы. В этой статье мы сосредоточились на кратком содержании пушкинского творения. 1833 год необычный для Александра Сергеевича. Именно в это время писатель опубликовал небольшой роман. Сегодня это произведение вошло в школьные учебники под названием «Дубровский». Строги стихотворения Пушкина «Буря мглую небо кроет» родилась в 1825 году. В этот период поэта приютили стену родового поместья. Однажды приятель поделился с Александром Сергеевичем занимательной историей. Основой для текста послужила реальная история авторства Нащокина. Литературные критики порой называют пушкинский шедевр незавершенным романом. Однако этот текст является важным. История отображает характерные образы и черты помещенской прослойки в Российской империи. Содержание пушкинского шедевра отличается напряженностью и драматичностью. В пушкинском произведении выделяют четыре главных героя. Владимира Дубровского автора изображает дворянином, благородным разбойником, сыном мелкопоместного аристократа. Это ключевой образ пушкинского текста. Андрея Гавриловича Дубровского читателя знает как помещика. Троекоров стремится отобрать у него поместье. Кириллу Петровичу Троекорову писатель представляет помещиком, который обладает огромной властью в своей области. Машу Троекорову русский гений изображает девушкой, дочерью Кириллы. По иронии судьбой, Дубровский младший влюбляется в героиню. Персонажа второго плана Шабашкин, который в произведении предстает в роли заседателя. Архип Кузнец, изображенный крепостным в поместье семьи Дубровских. Егорова представлена служанка в поместье Дубровских. Антона Спицына автор изображает небогатым помещиком. Спицын свидетельствует против Дубровского старшего. Князя Варейского писатель представляет стариком, который становится мужем Марией Троекуровой. Александр Сергеевич описывает действия, происходящие в XIX веке. Новое столетие только-только начинается. В центре повествования оказывается богатый дворянин Кирилла Петрович, который живет в поместье по соседству с обыденной семьей Дубровских. Помещики дружили, героев связывало общее прошлое. Как-то раз друзья поссорились, причина разной ценности, разное понимание жизни. Троекуров решил отыграться на бедном товарище и продемонстрировать тому свои власти, возможности и силу. Дубровский старший выходит из этой битвы проигравшим. Бывший друг решает отобрать поместье у Андрея Гавриловича. От отчаяния, шока и стресса Дубровского старшего хватает удар. Герой так и не оправился от этого опыта. Мужчина успевает увидеться с 20-летним сыном Владимиром, после чего умирает. Судебные приставы отбирает имению всей семьи Дубровских. Наследник не смирился с таким положением вещей. Владимир начинает мстить. Пора, мой друг, пора. Судебные приставы отбирают имению семьи Дубровских. Наследник не смирился с таким положением вещей. Владимир начинает мстить. Александр Сергеевич рисует образ русского Робин Гуда. Владимир превращается в благородного разбойника, создаёт шайку из верных людей, и бандиты грабят лишь богатых людей, отдавая её бедным крестьянам. Власти начинают охоту за Дубровским младшим. По иронию судьбы Владимир влюбляется в дочь своего врага Машу. Герой проникает в Тройкуровский дом, приняв обличие француза де фолша гувернёра. В конце Владимир рассказывает Марии правду, снимает маску. Однако влюблённым людям не суждено быть вместе. Маша выходит замуж за князя, а Дубровский младший пропадает без вести навсегда. Александр Сергеевич начинает свою историю с описания образа Тройкурова. Герой поднимает местных аристократов под себя. Мужчина не признаёт никаких законов, не желает никого служить. Правила Тройкурова поступают со всех ситуациях по-своему. Сосед своенравного помещика Дубровский старше. Герои дружили с юных лет. Товарищи вместе были на военной службе. После окончания службы мужчины сохранили дружеское отношение. В одно время у соседей товарищей умерли супруги. Дубровский растил сына Владимира, а сосед дочь Марию. Однажды друзья запланировали отправиться на охоту. Между товарищами произошла ссора. Дубровский старший осматривал Тройкуровскую псарню. Для сады Дубровского собаки соседа жили лучше, чем простые люди. Тройкуровский слуга оскорбительно ответил Дубровскому. Обиженный герой решил уехать. Позже Дубровский старший пишет товарищу письмо. Мужчина сообщает, что желает разорвать связи и не будет общаться с Тройкуровым, пока тот не накажет слугу. Это было не единственное разочарование Дубровского старшего. Выяснилось, что крепостные соседа подворовывают его лес. Герой приказывает наказать крестьян и отнять лошадей. Тройкуров очень разозлился и решился на месть. Идея помещика – отобрать у бывшего друга имение. Начались длительные судебные разбирательства. Удивительно, но Дубровский старший не мог доказать свои права на имение Кистеневку. Причина – утраченные документы. Пригласили наемного свидетеля Антона Спицына. Мужчина подтвердил в суде факт незаконного владения Дубровским имением. Суд решил переделать поместье Тройкурову. И, подписывая документы, Тройкуровский оппонент почувствовал недомогание. Дубровского старшего отправили домой. Дубровский младший в это время служит Корнетто. Герой получает известие о случившемся. Старая няня добротужно рассказала сыну помещика страшную историю. Юного Дубровского встретил отцовский кучер. Мужчина убедил юношу, что все местные крестьяны ему верны. Мужики в имении не хотят подчиняться Тройкуровским порядкам. Дубровский старший сильно заболел. Недок мешает герою дать сыну внятные разъяснения. Срок подачи апелляции, назначенный судом, проходит. Поместье передается в руки семьи Тройкуровых. Однако Кирилл Петрович больше не радуется победе. Герой мучается упреками совести, желает исправить положение и примириться со старым другом. В итоге Тройкуров приезжает в имение товарища. Дубровский старший видит бывшего друга и начинает сильно нервничать. Барина парализует. Сын помещика выходит из себя и прогоняет соседа. Врачи не смогли оказать помощь Дубровскому старшему и герой умер. Проходят похороны старого помещика. В его умении наведаются люди из судебной комиссии. Судебными председателями руководит заседатель Шабашкин. Готовятся документы о передаче поместья Тройкурову. Но местные мужики отказываются подчиняться решению суда. На этом мы закончим. Вы можете ознакомиться и с продолжением статьи на нашем сайте, которая называется «Реальные книги». Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал и изучайте литературу вместе с нами.